Вы шарманку там выключите и поговорим. Только просьба ни одного скверного слова, чтобы не произнесли. Мы пришли сюда, православные проповедники, возвестить волю Божию. Это самая древняя книга на земле. Здесь говорится о самой великой радости, какая может быть у людей. И мы решили поделиться, что на землю, вот Рождество было, родился Христос 2020 лет назад. И в 33,5 года Он был казнен, умер на кресте прибитый. Умер за грехи людей, в третий день воскрес. В этом все. И ныне Он зовет людей к себе. Евангелие от Матфея 11, глава 28 стих. «Придите ко Мне, — говорит Он, — все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от Меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». А Евангелие от Марка написано в 16 главе. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет в раю. Кто не будет веровать, осужден будет. Будет в аду, в огне гореть бесконечно с сатаной вместе». И вот мы об этом свидетельствуем. Отчего сегодня так много безобразий? От неверия. Причина одна. Ни замена Конституции ничто не заменит. Самое главное, два условия. Первое. Надо бы родиться свыше. Иисус Христос сказал Никодиму. «Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». И второе. К римлянам, 8 глава, 9 стих. «Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его». И пожалуйста, только просьба, не ругайтесь. Мы пришли сюда, православные проповедники, возвестить великую истину и самую большую радость на земле, что Сын Божий Иисус Христос умер за грехи людей прибитых и воскрес третий день. И ныне Он призывает всех к покаянию, чтобы жили для Бога. Вот мы, православные христиане, мы строим православную деревню, одна на всю страну, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Ни одного аборта, ни одного развода. А в стране за время перестройки 120 миллионов абортов, в то время как Вторая мировая война по всему миру унесла только 55 миллионов. Это две мировых войны произошли у русских женщин в утробе и в вагине. Это нормально? По выкладкам Менделеева Дмитрия Ивановича, это «Комсомольская правда» на развороте написала, если бы большевики не победили в 17-м году, нас бы было 650 миллионов, а нас 150 даже нету. Полмиллиарда какой змей Горыныч сожрал? И как будто не видят. Мы должны сознать это. Процент уменьшится сразу. Разводов только в первые три года. 86,5% в стране. Какая это жизнь? А Надежда Константина Крупская говорила, 17% национальная катастрофа. И ни о чем люди не думают. Всякая мерзость. Вот эта вот щадрулетка. Более отвратительного места нету, но и здесь можно найти добрых людей. Вот мы молились, и Бог устроил эту встречу. Половина голая. Процентов 90 мусульмане. А почему? Самое блудливое, трусливое, гнусное, все собралось тут. И поэтому мы принесли сюда этот свет Евангелия. Если желаете узнать больше, вы можете по скайпу меня найти сразу. У нас огромные ресурсы. Игнатий Лапкин. Это как ключ. Если в Ютубе, у нас канал есть свой. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это огромный канал. Ему равных нету. 19,5 тысяч роликов наших. Как наша миссионерская поездка была из Барнаула до Владивостока, до Лиссабона, Португалия и потом Скандинавия-Прибалтика. У меня вышло из печати моих 38 томов книг. И Бог положил на сердце подарить их библиотеке мира, чтобы люди знали Бога. Запишите. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Да. И людям говоришь, они понимают. Даже я говорю, я из своего лексикона истребил слово «проблема». Зачем эти американизмы? А как? А оно есть проблемы? Нет проблем? Я заменяю двумя словами. Нерешенный вопрос. Вот в стране погибло 31 тысяча сел, населенных пунктов. Проблема. Не проблема. Работать надо. Мы получили статус официально, получили землю и с нуля работаем. У нас ни одного развода, ни одного аборта нет. Въезжаешь в деревню, написано, на территории деревни курить запрещается. Своими силами храм построили. А с нуля строить непросто. Школу государственную, дороги. А дороги, это всегда многомиллионные. А как? Никакой проблемы. Говорят, дети беспризорные. Министр якобы сказал внутренних дел Нургалеев. Я говорю, и что? Ну, проблема. Не проблема. Мне Бог положил на сердце организовать детский лагерь. И я его начальник 48 лет фактически. Тысячи детей подняли без помощи государства. У нас главный лозунг. Россия должна встать. Россия это мы. И дети скандируют. Надо жить даже в бедности интересно и красиво. Наша скотина ни одного мата за 28 лет не слышала. И даже мясо продают, оно не пенится. А я отвечу на ваши вопросы. Милости просим. Как вас звать-то? Сергей. Сергей. Это знаете что? Почтенный. Да. Я Игнатий означает неведомый, неизвестный. А по-латински огненный. Пожалуйста, Сергей. Говорите. Поближе возьмите микрофон, чтобы я хорошо слышал. А по поводу абортов что хотелось сказать? Это убийство. Никаких абортов. Никаких противозащаточных. Страна исчезает. Вот у нас в семье было 5 мальчишек, 5 девчонок. А отец с фронта без руки. А отец с фронта без руки. Вместе с матерью полкласса не кончили. И ни одного больного нет. У меня 81 год. А за слово Божие я заплатил полную цену. Опубликовал в первой стране архипелаг ГУЛАГ. Брал интервью репрессированных. И написал стихотворение о Ленине. И у меня 4 тома стихов по 800 страниц. И меня отправили. Я прошел 5 тюрем и лагерь. А теперь реабилитирован как политзаключенный. Я многому научился там. Мы правителей не проклинаем, а молимся за них. Вот сейчас там менять пытается Путин конституцию. Чтобы Бог дал хороших советников. Умных людей. Чтобы дали достойно жить людям. Чтобы было из чего уделять нуждающимся. Но и не роптать никогда. Не злодействовать. Пожалуйста. Еще какие вопросы можете есть? Пожалуйста, я буду слушать. Говорите. Всего доброго. Говорите, я буду слушать. Мы пришли сюда, православные проповедники. Возвестить великую радость людям. Что Сын Божий, Иисус Христос, умер за грехи людей и воскрес. Чтобы оправдать нас. Если мы покаемся и будем... Так, что хотели сказать? Ничего, я слушаю. Мы свидетельствуем о Боге, о вечности. И не просто говорим, а мы строим с нуля православную деревню. Где может поселиться кто не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Алтайский край. В Алтайском крае? Да, в Алтайском крае. А координаты можно? Эти... Ну, координаты. Что? А как бы... Эти, координаты. Вы говорите азиаты? Нет, координаты. Координаты. Ну, я и сказал, Алтайский край. Я нахожусь в городе Барнауле. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Вы казак, потом с ней. Ну, вот мы говорим об этом. Мы не просто говорим, мы конкретно делаем. Получили землю официально. Я бы хотел... Я бы хотел только с казаками поговорить. Ну, если хотите поговорить, тогда запишите два слова. И мы поговорим. В скайпе. В скайпе. Игнатий Лапкин, это я. Вы меня сразу найдете. Я один с этой фамилией, именем. В скайпе. А, слушайте. А вот вы знаете, что казачество у нас уже... Вроде как уже и нет его. Чего нету? Казачество. Казачество? Да. А зачем оно нужно? По христианству оно и не должно быть. Оно ничего не дает. Там, говорится, их зовут Кашкадавы. Зачем это нужно? Надо для Бога жить. Они за своими детьми не смотрят. У меня, по милости Божьей, вышло 38 томов книг. И Бог положил на сердце подарить библиотеке мира. Мы из Барнаула дошли до Владивостока, Лиссабона, Скандинавия, Прибалтику. Встречали казаков. Они как цыгане, без лошадей. И верующих среди них практически так только туманно. Думает священник там. Для Бога надо жить по Евангелию, а не по выдуманным каким-то своим правилам. Казаки хороши в одном месте. Когда где-то воруют, их нанимают, они тогда их своими нагайками порят. Вот это вот понятно. Я тут с одним встретился. Это город Шахты Ростовской области. Шахты знаю, знаю, знаю. Я ездил, измельки перебью. Я всегда был мелкий. Меня возили в город Шахты. Ростовская область, это получается, да? Да. Вот. Я там жил в этих дворах. Ёжиков ловил в помидорах. Ну, мы не о казаках. Это так слово пришлось сказать. Да сейчас не курите, пожалуйста. У нас не положено разговаривать, когда курят люди. Это самоубийцы. 12 лет жизни себе сжигают. Почему? Иоанн Кронштадтский говорит. Уста курящего демонская кадильница. Договорились, да? Ну вот, понимаете как. Я вот начинаю говорить только что-то, спрашивают. И сразу раз, отключаются и ушли. А по скайпу там мы друг друга видим, разговариваем и можем найти. Я могу материалы скинуть. А тут надо сидеть осторожно и не сдвигаться, чтобы не потерять друг друга. Ну, я слушаю. Вот, я вам объясняю, чтобы вы поняли, с кем разговариваете хотя бы. Давайте, знаете как? Вроде как, насколько я знаю, что лучше на ты. Или я ошибаюсь? Лучше что? На ты. Да может быть и так. Но мне трудно привыкать. Я все время с людьми, со студентами и проще, с милицией. Блин, я так же. Я более вежливый. Ну, ладно, я вас называю. Вас как звать-то? Серега меня зовут. Как? Серега меня зовут. А, ну, напишите, напишите мне, Зоя, я не могу. Сережа, Сережа. Сергей? Ну, почтенный, почтенный, светлейший. Это имя ваше с греческого. Вы должны отвечать ему. Жить так, а не в дыму. Так вот, коротко. Мне Господь позволил из лексикона удалить слово «проблема». Не надо американизма. Как вас зовут? Игнатий Тихонович Лапкин. Игнатий Тихонович, хорошо. Мне 81-й год. Так вот. Игнатий Тихонович, 81-й год. А я рожден в 82-м году. Ну, вот видите, вы мой сын. Сын, сыновьяга. Немножко позднее. Да. Я 10-го июня родился. Короче, получается, если меня зовут Серега, то вас Тихонович. Игнатий. Просто Игнатий можете звать. Игнатий. По мне, так, лучше Тихонович. А, пожалуйста. Так вот, я заменяю эти слова. Одно слово «проблема» заменяю нерешённый вопрос. Так, я не буду сейчас ничего говорить, просто поясню. Нигде столько не пьют, постоянно, все 100%, как в чат рулетки. Я говорю, а почему пьёте? Горло пересохло. А ты же сидишь голый, сидишь, чужих баб ловишь. Я говорю, нет, не поэтому. А почему? А потому, что блудная похоть огнём пытается Господь выжечь. И сделает это. И люди пытаются этот огонь сегодня заливать заранее. Это притча Евангелия от Луки, 16 глава. Богач в аду молит. И говорит, пошли Лазаря, чтобы конец перста мочил в воде, проходил язык мой. Я мучу из пламени всем. А чего же ради? Я говорю, я вот вёл занятия одновременно в пяти университетах, 13 школ, регулярно с милицией. И никогда за два часа не позволил ставить стакан на кафедру. С чего ради? Они прерывно хлюпают и хлюпают. И священники также сейчас делают. Позор. Священники? Да. Священники сейчас? Нет ничего священного. А кроме денег и... Так вот, понимаете, я хочу пояснить. Вот проблем нету с деревней. 31 тысяча сёл уничтожено в России за время перестройки. Да, вау, да. Так, мы взяли землю. Пушествие, блядь, пошли. Мы получили землю, получили статус. Дом построили, дома построили. Свой счёт. Государство не в рублях. Храм. Школу государственную. Дороги восстанавливают. А дорога – это много миллионов удовольствия. Это вообще не выскажешь. И мы это делаем сами, продавая скотину, продукты. Земли ещё немного, только 430 гектаров. Староста владеет ими. И всё начали с нуля. Дальше. А вот дети. А вы знаете в стране сколько беспризорных? Я говорю, а сколько? Министр внутренних дел Нургалиев сказал 3 миллиона. Вот проблема. Я говорю, а какая проблема? Я не люблю слово. А какое? Нерешённый вопрос. Он немножко гряз. Я сейчас объясню, как. У меня был на одном конгрессе, а там учёные собрались, меня призывают туда. Там лауреат Нобелевской премии, Жаря Салферов. И говорят, подождите, вы курите. Как жалко. Ну, вы разве не можете хотя бы полчаса не дымить сами себя-то? Лишнюю минуту проживёте. Сергей, ну брось, пожалуйста. И вот говорят, нет объединяющей идеи. Раньше было пролетария всех стран, соединяйтесь. А сейчас нету. Я говорю, есть она идея. Но её надо проверять. Я говорю, я её проверяю. 48 лет. А как? Я начальник детского лагеря. Сам его образовал. Детского. Тысячи детей без помощи государства подняли. Давайте все начинать. И эти миллионы исчезнут. Не проблема, нерешённый вопрос. А решается... Вы курите. Вам трудно. Ну, неужели вы наш разговор полезный на папиросу поменять хотите? Папироса? Это, понимаете, это почти 7,62, блядь. Это рабство. Написано, кто делает грех, тот раб греха. И он не может освободиться. Я, говорит, бросал да подобрал. А Христос, говорит, если Сын Божий освободит, свободны будете. Я прошу-то немного. Пока разговариваем, не курить. И всё равно тянетесь. Притом, выхлопной трубы нету. Человеку это не нужно. Я говорю, давайте каждый на своём месте делать то, что положено. Вы меня простите, пожалуйста. Вы курите. Найдите меня... У нас большой Ютуб-канал. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Вот вы меня посмотрите. Вы папиросу, пожалуйста. Я прошу, уберите папиросу. Нам нельзя разговаривать, когда человек убивает себя. Да, вот. А подождите. А вот можете посмотреть со своей стороны на мою сторону? Я так и смотрю. Это ваше здоровье, не моё. Вы до моих лет не доживёте никогда. Будете 12 лет лишних и последние 10 лет туберкулёзом харкать. А вы можете посмотреть то, что, блядь, всегда у вас была, блядь, война... Только не ругайтесь, не ругайтесь. Ни одного слова поганого не надо. В 90-м году, блядь.